Итак, у нас сегодня социально-экономическая статистика, сейчас я вас подключу к основному файлу, к вот этому, к нашему, сейчас, где он, этот, вот он, и так, и так. Так, вот смотрите. Итак, вот вообще, это социально-экономическая статистика, о чем это? Там есть книга, у вас, вы получили доступ к Яндекс.Диско? В общем, там у вас есть, имеется в виду книга по социально-экономической статистике, книга Шмойловой, автор Шмойлова и другие. Вот прямо, она там в электронной, она легко скачивается с интернета, кстати, вот я вам послал прямо уже pdf-файл. Вот, и сегодня у нас, вот по главе 9 у нас с вами занятия, и, значит, ну, все вот эти задания, фактически это и есть домашние задания, каждый выполняет номер своего варианта. И мы разбираем, вот шестой вариант в качестве такого образцового, в качестве такого образцового же, шестой вариант. Значит, смотрите, шестой вариант. Ну, сейчас разберу. Да, давайте теперь откроем, а вот этот теперь сюда вас подключу сейчас. Теперь сюда вас подключу. Итак, теперь вот материалы вот эти. Теперь вот наше занятие вот сегодняшнее вот здесь все это и есть. Вот эта книжка. Вы видите экран сейчас, да, написано «Практикум по теории статистики Шмойлова». Да, да. И также ключи к выполнению заданий есть. Ну, вот, итак, у нас сегодня аналитическая статистика и тема «Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений». Там знаете, какая система? Вот, например, вот теоретическая часть на страницах 187-233. Задания там вот в конце, в конце, и каждый выполняет номер своего, свой номер, значит, номер выполняет задания, имеющие номер, равные номеру студенту по списку. А мы в качестве такого образцового, типичного задания выполняем задания под номером 6. Вот они в конце этих страниц, на последних этих страниц. Ну, вот типичное задание, давайте разбирать. Ну, вот условия задачи. Там есть отсылочка на задачу 9.2. Ну, вот уже таблицу, я уже вот написал здесь ее. В общем, требуется составить линейное уравнение регрессии. Сейчас вы узнаете, что это такое сегодня. Линейное уравнение регрессии зависимости реальных поступлений Y. Вот столбец Y – это вот этот последний столбец. Это реальные поступления. По соглашениям по экспорту технологий и чего-то там, технологий и услуг технического характера. Ну, по соглашениям, по каким-то предоставлению каких-то услуг. В данном случае это не принципиально каких-то технического характера или экономического характера. В общем, это Y – это реальные поступления по какому-то соглашению. Реальные поступления, которые деньги, которые реально мы получили. А в предпоследнем столбце X, там стоит чистая стоимость предмета соглашения. То есть, это сколько наш заказчик должен нам по этим соглашениям. Видите, вот этот столбец 0,49, 4,18. И, кстати, это по 10 областям Российской Федерации. Вот 10 областей Российской Федерации. В каждом из них вот у нас есть вот такое соглашение. И мы от них, значит, выполняем для них какие-то заказы. И они, наши заказчики, посылают нам деньги по этим соглашениям. Приводят нам деньги. И вот реальные поступления, вот 0,42. Это в миллионах рублей или в десятках миллионах рублей. Это прямо в книжке, поточнее сказано, кстати. Она открыта, легко посмотреть. Каких это… Да, единица важна. А то, что такое 0,4, что 0,4? Это же деньги. Сейчас. А, это выше, наверное, вот в этой, где табличка, да? Вот, вот здесь. Сейчас, где эта табличка, там отсылка была, помните? Установите по десяти областям РФ в 2003 году. Вот это. А почему… А, вот написано. А, миллион долларов США. Миллион долларов США. Это все вот эти… Да, сейчас… А, а вы видите табличку вот эту. Ну, это в миллион долларов США. Значит, смотрите, по первой области чистая стоимость предмета соглашения с ними 0,49 миллионов долларов США. Представляете? Это примерно полмиллиона долларов США, стало быть, да? Вот здесь стоят реальные поступления, которые они нам реально перевели. Значит, какие-то деньги недоперевели по каким-то причинам. Ну, аналогично здесь. Вот видите, по некоторым областям вот тютелька в тютелька перевели. Как чистая стоимость, так они нам и перевели, например, по пятой области, да? Ну, интересно посмотреть все это. Тоже задание посмотреть, сделать выводы по этой таблице. Но главное задание, там надо будет написать, линейное уравнение регрессии зависимости столбца Y от столбца X. Вы знаете, когда вот статистик работает вот с такими столбцами данных, массивами данных, его совершенно не интересует физическое, экономическое или какая-либо иная подоплека вот этих вот столбцов этих чисел. Он просто ищет вот, вот есть столбец чисел и вот соответствующий столбец чисел. И построить линейное уравнение регрессии. Если считать вот это за X на 0,49, а вот это за Y на 0,42, это одна точка на плоскости, 10 точек будет. Вторая точка, X-овая координата равна 4,18, Y равна 0,19 и так далее. Вот 10 точек на плоскости. Все. А откуда природа этих точек для статистики совершенно неинтересна? Ну, у нас социально-экономическая статистика, поэтому тоже надо иметь какие-то компетенции, навыки, чтобы эти вот данные статистические, которые мы получим, чтобы их проинтерпретировать в экономических терминах. Это тоже требуется. Так, значит, смотрите. Итак, значит, уравнение линейной регрессии выглядит следующим образом. Вот сейчас я его выше подниму. Вы видите вот это уравнение? Мой курсор все видят. Вот я им двигаю. Да-да-да. Хорошо. Вот это уравнение линейной регрессии. Это просто-напросто уравнение прямой линии. Вот отсюда, если Y равно A0 плюс A1X. Вот A1 это кепинцент при X, A0 свободный член. Ну, поскольку это модель, так сказать, теоретическая модель, мы моделируем какое-то реальное социально-экономическое явление, которое в обществе происходит. Конечно, здесь, как в школьном учебнике, не может быть строгого равенства. Какое-то будет приближенно равно здесь можно написать. Или написать равно и прибавочку эпсилон. Здесь какой-то эпсилон, который называется флуктуация. Флуктуация эпсилон, это здесь написано тоже стахастическая составляющая регрессии эпсилон, которая представляет случайные флуктуации, которая представляет самое влияние, которая возникает из-за влияния несущественных факторов, невключенных модель. То есть те факторы, которые мы в модель не включены, естественно, там может быть некоторое безобразие, отклонение, да, раз мы эти факторы не учли. Но обычно все факторы вам нельзя учесть. Невозможно учесть, когда вы составляете математическую модель. И на такие второстепенные незначительные факторы мы просто-напросто закрываем глаза, иначе уравнение было бы суперсложно, и то все равно там были какие-то второстепенные факторы. И на этой эпсилон мы вообще его не учитываем. И пишем здесь приближенно равно. Короче говоря, чем меньше эпсилон, или чем вот эта прямая лучше приближает Y, тем лучше она наша модель. Тем лучше наша модель отражает реальный мир. Так, 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 так. Итак, запомните, вот это без эпсилона прямо можно написать, эпсилон просто игнорируйте. Вот Y равно A0 плюс A1X. Уравнение прямой линии, знакомой вам и школы. И сейчас нам надо подобрать значение вот этих параметров. A0 свободных членов, свободный член, и A1 коэффициент при X. Их надо подобрать так, чтобы вот эта прямая линия наилучшим способом аппроксимировала вот эту зависимость. Как понять, что значит наилучшим способом приближала к вот этой зависимости? Это значит, что это прямая, что если отметить 10 точек на плоскости, вот эти, первая точка, вот ее X-овая координата, абсцисса, вот ее Y-овая координата, да? X-овая Y, 10 точек на плоскости. Регрессионная прямая – это обычная прямая линия, которую требуется провести так, чтобы приблизиться ко всем точкам одновременно. Вы скажете, какая глупость, как можно приблизиться к одним-то точкам одновременно? Бог знает, как они лягут на плоскость. Я прямую начну к одной точке приближать, к другой начну, а от третьей мы отходить начнем. Начну к третьей приближаться, а от пятой начнем отходить. Как вы напишите это? Правильный вопрос. И ответ такой, что регрессионная прямая – это прямая с таким свойством, что сумма квадрата вертикальных отклонений, значит, вертикальных отклонений вот этих точечек от вот этой регрессионной прямой минимальна. Сумма квадрата вертикальных отклонений должна быть минимальна. Поэтому метод называется метод наименьших квадратов. У этого метода есть формула. Видите, вот уже готовая формула для А1. Она вам представлена здесь. То есть звездочка – значит знак умножения. Сумма х – это вот сигма х, видите, сумма х. Это значит, что все х надо просуммировать. Это и будет сумма х. И вот раньше, в советское время, мы эти задачи, студенты, решали следующим образом. Вы просто смотрите, здесь не сумма х, кстати, я немножко так и ошибся. Здесь сумма произведения х на у. И вот и писали вот так. Представляете, n – это число измерений. В данном случае число точек – это 10 у нас. n равно 10. Вот это. Значит, 10 вместо n поставляете. Видите, это дробь. Это дробь. Вот числитель. Видите, я выделил. А вот знаменатель. Это А1. Так ищется коэффициент при х А1. Значит, смотрите. Здесь что такое сумма х, у? Это значит, надо все поумножать. Вот х на у умножаете. Опять х на у умножаете. Все произведения, вот эти х на у, надо просуммировать. Десять таких произведений. Это и есть сигма х, у. Что такое вот это? Сигма х умножить на сигма у. Сигма х – это просто все х просуммировать, это и будет сигма х. А сигма у, все у, кигоряде, просуммировать, это и будет сигма у. Их перемножить, и вот получится, ну, вычислить, получится числить. Значит, знаменатель 10 умножить на сумму квадратов х. Значит, теперь надо все х возвести в квадрат и эти квадраты уже просуммировать. Минус сумма х, которую уже вычислили, в квадрат и возвести. Ну, такая формула готова, сейчас мы уже доказывать не будем. Так, 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 так. И тогда А0 вычисляется следующим образом. Формула для А0. У средняя минус А1 умножить на х средняя. Ну, А1 уже найдено выше, предполагается, да? Х средняя – это среднее значение вот этих х. Среднее значение. То есть надо просто просуммировать эти 10 чисел и поделить на 10. Сколько их всего 10, да? И среднее значение у – это надо просуммировать все вот эти 10 у и поделить на 10. Так, и тогда вы найдете А0. Вот это и есть значение. И знаете, когда в старое время еще не было Excel, и эту задачу мы решали прямо на калькуляторах. Прям суммировали, умножали все эти студенты, умножали, суммировали. Вот так, интересная была работа. Но сейчас же мы живем уже в каком-то 21 веке, в век Excel, интернета, Википедии, Фейсбука. Поэтому так уже никто не делает. И поэтому сразу давайте сэкономим время, чтобы у нас время-то поджимает. У нас сессии не такие длинные. Мы их называем конференции. Поэтому давайте здесь один способ вот такой. Просто вот такой же способ, который использовали в прошлом веке. Вот эти вот, видите, вот расчеты здесь уже показаны. Ну, это можно организовать в виде таблицы Excel. Просто, ну, она помогает нам. Там же можно легко сразу два столбца перемножить. Там просто очень легко это делается. Не надо, никакого калькулятора не нужно, потому что калькулятор, собственно говоря, сидит уже в Excel. То есть можно эти таблички, легко все эти дела вычислять в Excel. Но Excel на самом деле более сильное средство, чем просто помогать в вычислении таких табличек. Excel вообще может вам сразу по вот этим данным, где там были два столбца данных, вот столбец X, столбец Y, по этим данным он вам может сразу написать уравнение регрессии. Видите, какая хорошая жизнь сейчас в 21 веке. Даже вам не надо никаких формул. Давайте с этого метода и начну, потому что он самый, что ли, прогрессивный на данный момент времени. Поэтому сейчас давайте я покажу, как эту задачку делать в Excel. И чтобы было понятно, давайте вот эти столбцы, вот эти... Сейчас я эти столбцы скопирую и вставлю в Excel-файл, хорошо? А сейчас мы с вами эту демонстрацию останавливаем. Она у меня осталась, вот эти файлы, естественно, все. И теперь мы открываем пустой Excel-файл. Сейчас я вам покажу, как делать. Пустой Excel-файл. Давайте откроем его. Открылся? А, вот он. Пустой Excel-файл, чтобы прямо с нуля, с чистого листа, вы видели, как их заполнять. Сейчас я вас к нему подключу, чтобы он на экран. Выведу на экран. Сейчас я выведу его на экран. Для этого надо вот что сделать. Сейчас вывести на экран. Демонстрация экрана. Где у нас пустой Excel-файл? Вот он. Сейчас вы видите пустой Excel-файл, да? Сейчас я сделаю следующее. Вот смотрите, прям я себе пометочку прямо сделаю. Сюда напишу вот букву X, да? Это комментарии. То есть это просто для нас памятка, да? Здесь я введу вот Y, да? Сейчас вот я внизу напишу. Давайте сделаем покрасивее, чтобы было. Сейчас мы прямо сделаем. Знаете, чтобы для глаза приятнее, выбирайте Тахома или Эраэл. Это Тахома, я Тахома люблю. Где Тахома? В электронном сообщении используйте Тахома. Принято так. Для глаза приятнее. Сейчас вы увидите Тахома. Где Тахома? По алфавиту же все расположено. H, L, T. Идти в конце где-то. Сейчас Тахома. Где она Тахома? У вас следующий. ККТ. Вот Тайгер. Нет, не Тайгер. Тахома. Тахома. Вот для документов используйте Times New Roman. Это вы все знаете, наверное. Там, например, выпускная квалификационная работа будет. Еще какие-то там отчетные работы. А где же Тахома-то? Это я совсем... Выше вышла вам. Вот это Тахома. Ну, размерчик тоже увеличим немножко. Давайте 14, чтобы легче обозревать было. Вот все. Значит, теперь смотрите. Вот сюда, под эти буковки X, я просто вставлю вот эти 10 X. Этого файла вам не видно, но вы помните, он был. Я просто его беру, мышкой выделяю весь файл и Ctrl-C нажимаю, скопировался он весь. Так можно делать. И прямо вставлю, поставил вот теперь сюда, и Ctrl-V. Вот, вставился. А у них, кстати, не Тахома пошло. Опять пошло вот то, что было. Каждый раз придется вот это. Но потом я сделаю одним. Видно чуть-чуть числа, да? Вот эти же числа, которые были в столбце X. Сюда, под Y поставлю вот эти числа под столбцом Y. Вот я их выделяю. Вы не видите вордовский файл. Но он у меня перед глазами, я им пользуюсь сейчас. Я выделил Ctrl-C вот эти Y, столбецы, 10 значений Y. И иду теперь на вот этот Excel-файл. И вот под Y, Ctrl-V, вот они вставились все. Хорошо? Вот все. Ну, давайте, пока я теперь выделю, что там мы хотели. Тахома, да? Тахома уже, кстати, стоит Тахома уже. Все выделил. А почему она? Вот Тахома же я поставил, выделил Тахома. А вот это не Тахома. А если вот так сделать? Нет, 14 лучше. Нет, Тахома, наверное, да. Почему написано Тахома у меня? Вот, может, мы сейчас еще раз кликануть на нее, что ли? Сейчас. Тахома, сейчас, 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 сейчас. Быстро. Сейчас. Тахома. Тахома. Выше. Да, 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 да. Уже иду. Выше еще. Спасибо. Вот все. А вот это приятнее для глаза, да, видите? Сразу чувствуете разницу, да? Теперь смотрите, что делаю. И никаких формул не надо. Нахождение А0, нахождение А1, этого не надо. Просто-напросто. Вот, ну, там немножко интерфейс может быть разный у разных компьютеров. Просто надо кликнуть, вот у меня на данные. Ну, у меня современные компьютеры. Кликаю на данные. Сверху там появляются данные. И справа, сверху, там стоят вот такие пакеты, да, пакеты, вот, вернее, как лучше сказать, надстройки с буквой Д, которые я заранее уже скачал. Вот, поиск решений у меня стоит и анализ данных. Как активизировать эти надстройки на вашем компьютере? Ну, вы просто легко узнаете вот из интернета. Например, вы видите в интернет там, значит, вопрос, как активизировать в Excel пакет, вернее, не пакет, напишите, надстройку с буквой Д, анализ данных. Ну, надо кликнуть на файл, потом кликнуть на надстройки Excel, и вот так там все, опции. И потом анализ данных, вот это надо галочку поставить, и когда вы видите анализ данных, и, наверное, кликнуть на ОК. Ну, я уже скачал, я не скачал, лучше сказать, активизировал. Активизировал этот пакет, вот у меня уже он, вы все видите, в правом верхнем углу анализ данных у меня написано? Это я уже активизировал этот пакет, я просто-напросто кликаю на него. Вот у меня выскакивает маленькое меню. Здесь тоже опции, знаете, какой опции? Чем мы сегодня занимаемся? Регрессия, линейная регрессия. Поэтому я, здесь такая опция прямо есть, написано регрессия, я на нее кликаю. Потом, значит, выбираю регрессия и кликаю на ОК. Выскакивает следующее маленькое меню. Здесь надо кое-что ввести. Вот здесь написано входной интервал Y, и уже курсор стоит. Я просто-напросто зажимаю левую кнопку мыши, выделяю вот этот диапазон Y. Все видят, я их выделил. И сюда, вот в это окошко маленькое, я его пониже спущу, чтобы было очевидно, может так лучше видно, встали прямо адреса вот этих ячеек. C4, двоеточие, C13. Вот, пожалуйста, вот этот C4, двоеточие, C13. Весь вот этот диапазон. Столбец. Встал сюда. Вот адреса встали. Ну, буковки окружены значками доллара. Ну, так принято в Excel. Так, готово. Теперь входной интервал X, прямо написано X. Я ставлю курсор сюда и придерживаю, удерживаю, нажимая в нажатом состоянии левой кнопкой мыши, заметаю весь вот этот столбец Y, X. Вот встали адреса там, что-то, B4, двоеточие, B13. Готово. Так, дальше, что там, какие там надо? Метки, ничего не надо делать, константа 0, не знаю, не надо, уровень надежности не надо. Теперь, вот смотрите, написано, где вы хотите, чтобы сейчас он вывалит нам какую-то информацию, где вы хотите, чтобы она вывалилась. Новый рабочий лист. Ну, давайте не будем новый рабочий лист, я выберу опцию, все видите, я кликну туда, выходной интервал. Поставим курсор, и где вы хотите, чтобы вывалилась информация, я уже знаю, ее немало будет. Давайте курсор здесь поставлю. Вот сейчас информация отсюда вывалится вниз. Вставил, да? Ну, больше ничего не надо делать, абсолютно не надо, все нормально. И просто, да, просто кликнуть на ОК, вот в правом верхнем углу этого маленького меню, кликаем на ОК, и все. Вот он бы посчитал нам все, что нам надо. Только надо знать, где здесь увидеть А0 и А1. Где увидеть А0 и А1. Вот я вам подсказываю, вот это важно, если не знаешь, долго-долго будешь эту таблицу смотреть, не понимать, так сказать, получил что-то, но сам не знаю что. Вот смотрите, все видят вот эту ячеечку, я выделил ее. Запомните, вот всегда в этом месте будет стоять А1. Видите, да, Ира? Что там написано, кто видит? Вот эта ячеечка, вы все видите, я кликнул на нее? Прямоугольничек, вот эта ячейка. А, да, там 0,4. Молодец. Ну, 0,4, 0 и так далее, да? Это прекрасно. Запомните, вот именно в этом месте всегда стоит, значит, что стоит? А1, то есть коэффициент при х, который, вы помните. А выше А0. Все видят 0,079, та-та-та. Вот все. Все. Только надо знать, когда здесь много данных, которые нам в данный момент не нужны, и адресовать их слишком уведет нас в сторону. Запомнили? Все. Только надо знать, какие ячейки смотреть. Здесь у вас 0,4, это х, это А1 здесь вот у вас вычислился. А прямо наверху А0 вычислился. Запомните это. А0. И все. И, значит, уравнение регрессии сразу, значит, как вы пишите, Y равно 0,4, ну, можно округлить, можно так. Y равно 0,4х плюс, значит, 0,08, если округлить, да? Ну, примерно так. Y равно 0,4х плюс 0,08. Y равно 0,4 умножить на х плюс 0,08. Это и будет уравнение регрессии. Видите, никакие формулы не надо. Все. Сделали, да? Теперь, значит, что интересно в этом? А можно было по формулам рассчитывать и в Excel организовать, а предлагается сделать тоже полезное упражнение в качестве домашнего задания. А сейчас я предлагаю вот сделать следующее, чтобы получше понять смысл линейной регрессии. Давайте вот эти 10 точек, которые я сейчас вот вывожу. Вот х-вые координаты Y, первая точка, вторая точка, х-вые координаты Y, вторая. Итак, 10 точечек на плоскости. Давайте изобразим сейчас. У-у-у, закончился время. Ну, чуть-чуть, минут 5 есть. Но вряд ли успеем. Я уже вычислил, на самом деле. Я просто файл вам покажу и объясню. Больше вряд ли успеем. Значит, смотрите, все. Сейчас немножко уже поспешать надо. Ну, вы знаете, а то у меня я один раз затянул. Я так не знал, что так строго у них. И там потом какой-то счет мне выставило. Что-то там было, насколько я помню, 149 долларов. Я все позакрывался. Испугался. Все позакрывал. И, значит, а потом, ну, ничего. Потом бы пошел, опять вошел в эту зуму, и все нормально. Лучше, значит, он какие-то деньги начнет требовать. Значит, смотрите. Ну, время есть немножко. Значит, смотрите. Я вот что делал. Я уже сделал эту работу, на самом деле. Я просто хотел вам показывать чистого листа, чтобы лучше понять, откуда что берется. Потому что уже показать заполненный файл. Не поймешь, откуда, куда кликать, откуда что брать. Значит, смотрите. Сейчас идем, знаете, куда. Вот сейчас давайте сделаем вот такую работу. Вот этот файл еще раз давайте посмотрим. Вот этот файл. Давайте еще раз глянем на него. Вот эти вот точечки. И вот уравнение. Значит, вы запомнили, да? Уравнение прямой вот это y равно. Но если округлять, если округлять, а может, и не округлять, поточнее будет. Ну, округлять, ладно. Ну, 0,4, правильно, x плюс, там что там, 0,08, если округлить. Ну, и в учебнике, да, такой. Ну, здесь совершенно без формул, без головной боли, видите, прогресс. Не знаю, как проще еще. Только ввести столбец x, столбец y. Там активизировать кое-что, какую-то настройку, анализ данных, регрессию выбрать и все. Так, теперь знаете что? Вот сейчас мы отсюда выйдем и сразу пойдем на файл, который я объясню, как строить. Там уже будет вот эти 10 точечек на плоскости изображены. Первая точка с координатами x, y, и вторая точка x, y, и так далее, 10 точек. И вот это уравнение y равно 0,4x плюс 0,08, уравнение линейной регрессии, там тоже будет прямая нарисована. И я еще объясняю смысл ее. Сейчас я вам вот этот, прекратить демонстрацию, остановить ее. И сейчас я вам введу вот этот файл, сейчас я подниму его отсюда. Социально-экономическая статистика. Секундочку, вот этот файл я уже... Так, ну сейчас так времени, к сожалению, нет. Вот этот файл я сейчас вам его туда покажу на демонстрации. Сейчас, на демонстрации его. Сейчас. Значит, вот так надо сделать. Демонстрация экрана, где он, надо искать. Вот он, совместно используем. Вот, а все видят вот этот график, да? Но это я построил в Десмос. Такой сайт есть хороший, desmos.com. Прекрасный сайт. Очень легко и приятно строить графики. Потом вы, если зарегистрируетесь на этом сайте, что тоже очень легко, можете сохранять ваши графики, используйте этот прекрасный графический калькулятор. Используйте. Вы потом можете пригодиться вам для всяких отчетов, вплоть до выпускной квалификационной работы. И далее, далее пригодится вам вообще по жизни. Итак, смотрите, значит, вы видите этот график, да? Вот смотрите, вот эти точечки, правда, по порядку не сказано, какая первая область, какая вторая, я просто их все писал, и 10 точечек, где все видят, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Ну, где-то одну я куда-то изживал ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять почему-то у меня, если я уменьшил. Ну, не знаю, может, я ее куда-то... А, вот я вот это забыл, вот здесь еще ниже, я ее забыл. Десять точек. Вот эти десять точек по десяти областям Российской Федерации. Вы помните. Вот иксовые координаты, это тот икс, который там был, игриковый, это тот игрик, да? Значит, смотрите, а вот эта прямая зелененькая, все ее видят. Это как раз и есть прямая, игрик равно 0,4х плюс 0,0,8. Ну, просто я ввел вот эти данные и построил эту прямую очень легко, это совершенно легко. В Десмос просто ребенок может встроиться очень легко. Вот регрессионная прямая. Вот она, зелененькая. Теперь, глядя на вот этот график, эти точки, вы можете легче понять смысл регрессионной прямой. Посмотрите, эта зеленая прямая, вот это 10 точек на плоскости. И эта зеленая прямая наилучшим образом приближается ко всем 10 точкам одновременно. Конечно, трудно одновременно. Посмотрите, эти очень высоко, эти очень низко. Вы пойдете к тем, к высоким приближать прямую, от низких удалитесь. Поэтому еще раз повторяю четко, в чем смысл регрессионной прямой. Что она минимизирует, знаете что? Это прямая, для которой сумма квадрата вертикальных отклонений всех 10 точек от этой прямой минимальна. Вот для этой фиолетовой точки, например, отклонения от вертикальной прямой это длина вот этого отрезочка. Я его замел. Понятно? Все видят? Вот этот отрезочек, это вот в квадрат. Вот его длина в квадрат возводится. Длина вот этого отрезочка тоже в квадрат возводится. Длина вот этого, здесь маленький получился отрезочек, тоже в квадрат возводится. Вот это, вот это. Сумма, значит, 10 слагаемых, каждый из которых равен квадрату отклонения соответствующей, вот здесь маленькое отклонение, соответствующей точке от этой прямой, вертикальное отклонение, считается, как бы вдоль оси Y. И, значит, и вот эта прямая регрессионная, вот ее смысл, как она находится? Она находится так, что вот эта сумма квадрата вертикального отклонения была бы минимальной. И вот так мы и понимаем, вот именно в этом смысле я и говорю фразу, что эта прямая приближается ко всем десяти точкам одновременно. Ну вот так, регрессионная прямая построена. Ну ладно, сейчас время истекает, я потом, значит, договорю с Натальей. С Натальей, с Натальей. Сейчас я это оставить демонстрацию. Значит, о Наталье очень хорошо. Значит, с тобой договорим мы, Наталья, вот как мы будем делать все это, вот как домашняя форма сдачи домашних заданий, как вот это. Все вопросы вот к Наталье вы обратите, студентам сейчас обращаюсь. А я Наталье все объясню. Ну и сейчас я заканчиваю, хорошо? Мы с Натальей еще созвонимся, мне нужен только имейл Натальи еще. Ну все, спасибо за посещение моей конференции, за работу и до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Так, надо еще что, где-то остановить. Завершить конференцию. Завершить конференцию для всех. Ба-ба.